И сейчас обсудим эту тему, а также другие события в Республике Беларусь с Франоком Вечеркой, советником лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Есть достаточно большое количество тем того, что происходит сейчас, собственно, в Беларуси. Франок, здравствуйте, рады вас видеть. Спасибо, что нашли время для нашего. Здравствуйте. Франок, ну вот мы только что говорили о призыве Светланы Тихановской приготовиться к, возможно, более чрезвычайной ситуации, чем есть сейчас в Беларуси. Анна Красулина пояснила позицию Светланы Тихановской. Но вот расскажите, какой была реакция на это обращение лидера белорусской оппозиции, возможно, как раз среди таких людей, которые отравлены пропагандой Беларуси? Готовыми надо быть всегда. Пока на территории Беларуси находятся российские войска, пока у власти нелегитимный диктатор Лукашенко, возможно, и эскалация войны, возможно, провокации, возможно, в том числе и наземное, и воздушное наступление. Бывает, кажется, что Лукашенко пытается замять эту тему, внушить белорусам, что проблема решена, никакой войны нету. И нам надо быть честными, надо говорить белорусам, что риск такой остается. Надо быть подготовленными. Нельзя позволять режиму Лукашенко и Путину втягивать Беларуси в эту войну. То, что сейчас пропаганда делает, они пытаются вывернуть все наизнанку. Они пытаются подавить готовность белорусам к протестам. И мы должны постоянно напоминать, что нет. Нам надо быть готовыми. И надо быть готовыми как к борьбе, так и к сохранению своей жизни. Да, Франок, но и в обращении Светланы Тихановской также говорилось о том, что стоит проверить укрытие и бомбоубежища, которые могут находиться рядом. Вы не исключаете, что россияне могут и устроить провокации, и самостоятельно обстреливать территории, жилые кварталы Беларуси, чтобы впоследствии обвинить в этом Украину? Абсолютно. И это именно самая возможная тактика россиян. Они это делали раньше, делали в том числе других стран. Если им надо будет оппаза, чтобы втянуть Беларусь, белорусскую армию в войну, они начнут именно с провокации. Это могут быть обстрелы, это могут быть создания каких-то экстраординарных ситуаций и ЧП. И поэтому белорусам надо быть бдительными. И в самом начале войны белорусы как раз-таки очень внимательно подошли, начали фиксировать все передвижения российских войск. Когда приезжали в Беларусь вагнеры, то 9 миллионов белорусов следили, успеолили за всеми их перемещениями. И я думаю, что белорусы должны быть всегда на чеку и помогать Украине в этой войне. Да. Правда, ну и вчера в Беларуси начались очередные учения по проверке готовности к реагированию на теракты. В сценарии этих учений предусмотрено задействование военной техники, возможно, ограничение движения транспортных средств. Вероятно же, что все это, как всегда, будет транслироваться белорусам и подаваться под тем соусом, что на Беларусь готовится некое нападение, что часто любит говорить Лукашенко. Они проводят учения, начиная с ноября 2021 года. И это такое легальное основание для накаждения российских войск на белорусской территории. Под видом учения они развернули ни боевые центры, они проводят тренировки для российских новопризванных солдат, обкатку военной техники. Ну и также это создает давление на белорусское общество. Людей пугают войной и возможностью этой войны. Но также целью этих учений является растягивание сын украинской армии, чтобы Украина не могла сконцентрироваться на востоке, где наиболее вероятное наземное отражение российской армии. Франок, расскажите в целом сейчас о военной активности на территории республики. Сколько сейчас российских военных, какие отношения между ними и белорусскими военными, и какие, собственно, передвижения техники наблюдаются? Говорилось ранее о ротации и расконсервации вооружения Белоруссии и отправке его на фронт, на Донбасс. Ну, в общей сложности находится, по разным сведениям, до 12 тысяч российских военных, в том числе это мобилизованные призывники. Часть из них начала прибывать еще в ноябре-декабре в Беларусь. Их потренировали 6-8 недель, потом отправили на фронт в районе Луганской области. Ну и новых начинают привозить из России. То есть Беларусь стала таким полигоном или таким курсом молодого бойца для российских военных. Также находится ряд российских специалистов, которые занимаются обкаткой техники, в том числе модернизованной техники. Например, вот эти МИГи, которые способны нести кинжал, они в том числе испытывались на белорусских полигонах. Ну и есть российские военные, которые обслуживают дивизионы пакетных войск и противовоздушной обороны. Как правило, российских военных держат отдельно белорусов. Россия не доверяют белорусам. Еще с весны 1922 года они убедились, что белорусы не очень-то и поддерживают, и очень не хотят убедить российских военных на своей территории. И также они исключают возможность пересечения населения с российскими военными. Когда весной прошлого года российские военные воины ходили по белорусским городам, их фоткали, снимали, когда они там в ресторанах буянили. Сейчас им запретили выходить и разговаривать с белорусами, но все равно периодически конфликты между обычными белорусами и российскими военными происходят. Ведут себя они как оккупанты. Франок, вы знаете, мы сейчас показываем прямую трансляцию из Лондона. Владимир Зеленский покидает парламент Великобритании. Сейчас у него была речь. Длилась она около 30 минут. Он говорил, что зло обязательно будет побеждено добром. Что вы думаете об этом визите Владимира Зеленского в Великобританию? Ну, конечно, мы поддерживаем все, что делает Украина и все попытки и действия, направленные на помощь Украине. Очень важно удерживать ситуацию в Украине и Беларуси на повестке дня. Мы видим, что среди западных политиков наблюдается какая-то усталость. Они уже говорят, да, уже устали от этой войны. Переключаются на другие темы. Но ведь и санкции против Беларуси тоже будут обсуждаться и в ЕС, и в Брюсселе. Это ведь тоже важно сейчас в контексте Беларуси. Очень важно, потому что Лукашенко как бы прячется за спиной Путина, пытается избежать наказания. Очень радуются, когда все говорят о трибунале против Путина и забывают туда вписать Лукашенко. Но мы должны постоянно напоминать, что Лукашенко главный и единственный союзник Путина в этой войне и должен вести такое же наказание, что и Путин. Те санкции, которые обсуждаются, очень правильные и полезные. Но там есть очень опасная дискуссия. Сделать исключение на ряд секторов беларусской экономики. Так вот, никаких исключений против калийной отрасли и нефтеперерабатывающей отрасли не должно быть. Потому что это те отрасли, от которых Лукашенко черпает ресурсы, с которых потом финансирует войну и депрессию. Кстати, если еще о санкциях говорить, беларусы хорошо уже подметили, отметили, что в некоторых беларусских магазинах, как бы это ни странно звучало, появился сыр из Ирана. Даже такая мелочь. А ведь это тоже показательно то, до чего довел страну сейчас Лукашенко. И о сотрудничестве со страной-спонсором терроризма, я имею в виду, речь идет. Лукашенко превращает Беларусь в Северную Корею, Европу. Ему это достаточно комфортно, это гарантирует ему какую-то хотя бы минимум безопасность. Но понятно, что Дойба удерживать контроль над страной он так не сможет. Он рассчитывает на финансовое вливание Путина. Но и Путина тоже ресурсы не безграничные, нужно делать так, чтобы эти ресурсы побыстрее закончились. Да, он пытается обходить санкции, он работает с африканскими странами, визит дебабы. Также была попытка каким-то образом нащупать лазейки для отхода санкций. Но мы должны быть принципиально, последовательно рассматривать, в том числе, вторичные санкции, чтобы никаких схем обхода санкций ни у Лукашенко, ни у Путина не оставалось. Франок, спасибо вам большое за ваши комментарии. Франок Вечерко, советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, был с нами в эфире Freedom. Всего доброго.